Друзья, всем привет! Я хочу еще буквально пару слов сказать о Каражане. Мы, естественно, будем, по мере того, как будут открываться новые крылья в Каражане, их проходить и выкладывать эти видео на канал вместе с другими видео, не в ущерб всему остальному, естественно. Я, наверное, не в том положении, чтобы какие-то советы по Hearthstone давать или гайды перейти, не того я уровня игрок, но чисто человеческий мой совет, если вы обычно не проходите в героическом режиме приключения, то просто обратите внимание на одну единственную баталию, на шахматный бой в первом крыле Каражана. Вот именно он, конкретно он, мне кажется, больше всего заслуживает того, чтобы именно его в героическом режиме добройти. И мне кажется, это наиболее реиграбельная битва в приключениях Hearthstone, и сильно она отличается от общей конвы игры, и да, вообще это, естественно, сильное отличие от конвы, это характерная особенность приключений вообще, но вот именно шахматная битва, это глоток свежего воздуха, и в ней, к сожалению, есть, естественно, доля рандома, довольно существенная, и зачастую победим мы или проиграем, зависит от того, будет ли у нас ферзь на седьмом ходу, он стоит 7 маны, или он у нас будет на самом дне колоды. Тем не менее, это островок не Хардстоуна в Хардстоуне. Казалось бы, одна единственная маленькая битва, а на мой взгляд, она очень сильно расширила мир целой игры. Итак, чем героическая шахматная партия отличается от негероической? Во-первых, у нас здесь другая сила героя. Если в обычном режиме мы можем через силу героя раскопать карту, это очень-очень круто, это невероятная подспорья в борьбе с Черным Королем, особенно в конце, когда карт не хватает. Здесь мы этой привилегии лишены, и сила героя перемещает одну нашу фигуру за одну ману влево на одну фигуру. Использовать силу героя можно до бесконечности, пока маны хватает. Это полезно, естественно, даже близко не стоит с идеей раскопки нужной фигуры. И второе отличие, у нас здесь намного-намного меньше карт. Здесь количество карт соответствует количеству фигур на нормальной шахматной доске. У нас, не у Черного Короля, у нас герой, то есть Белый Король, плюс еще 15 фигур, 15 карт. То есть всего 16 фигур, как и в настоящих шахматах. У врага герой плюс еще 30 карт, 30 фигур. То есть в два раза больше не дублируется только король. И это чрезвычайнейшим образом усложняет нашу задачу. Мы должны не просто контролировать доску, пока у врага не закончатся фигуры. Мы должны убить его раньше, чем закончатся карты у нас. При том, что у оппонента они не закончатся никогда. И в рамках Хардстоуна это чрезвычайно интересная, мне кажется, задачка на мышление пространственное. Мы здесь должны именно позиционировать наши фигуры. Позиционирование в Хардстоуне вообще довольно скромненько пока что представлено. Я верю, что в будущем, и горожан тому подтверждение, маленький шаг навстречу этому будущему, в будущем позиционирование будет иметь гораздо большее значение. Сейчас пока что всего лишь несколько заклинаний, несколько аспектов в игре заставляют нас думать, в каком месте расположить друг относительно друга наших существ. И, пожалуйста, шахматная доска, шахматное приключение, борьба Белого Короля с Черным. Это на данный момент самый сильный акцент на позиционировании в этой игре. И это, мне кажется, опять же интересно. Это новый, и потому хорошо. Единственное, опять же, слишком уж великая здесь доля рандома. Мне хотелось бы, чтобы шахматы, пускай даже и в Хардстоуне, были более предсказуемыми. Это все, естественно, ухудшает положение вещей в этом ивенте. Но Хардстоун и есть Хардстоун, наверное, нельзя пока что требовать от этой игры, чтобы там было мало рандома. Так что, друзья, зачем я записал это видео? Зачем я его выкладываю? Чтобы по-человечески вам посоветовать, обратите внимание, если вы играете в Хардстоун, обратите внимание на эту битву, шахматную, именно в героическом режиме. В обычном режиме она тоже довольно веселая, но слишком простая, просто издевательски простая. Там практически невозможно проиграть, учитывая, что карт у нас много, и сила героя просто не позволяет нам проиграть. Мы почти всегда имеем нужную карту и всегда имеем хотя бы какую-нибудь карту. В героическом режиме совершенно не так. Возможно, даже придется немножечко местами поломать голову, где какая фигура в состоянии нанести максимальный ущерб Черному Королю, его армии. Поэтому просто делюсь с вами, обратите внимание на эту битву именно в героическом режиме, там интереснее всего. Надеюсь, вам понравится. Большое спасибо, что посмотрели. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова